Друзья, добрый вечер. В эфире программа «Главное». Сегодня ее веду я, Нина Демогла. Об экономической ситуации в целом, о том, насколько активно бизнес взаимодействует с правительством нашей страны, о том, насколько наша страна интересна экономически нашим зарубежным партнерам, а также будем искать выходы из экономического кризиса. Сегодня мы вместе с нашим гостем. Наше приглашение принял бизнесмен, владелец компании «Ачент Электроник», почетный консулу Республики Кореи в Молдове Владимир Руссо. Владимир, здравствуйте. Рада вас приветствовать. Взаимно. Вы личность очень известная. У нас в эфире вы впервые. Поэтому хочу начать нашу беседу с того, на каких проектах вы сейчас концентрированы. Во-первых, огромное спасибо за это приглашение, за возможность увидеться с вами, с телезрителями. Давно вас приглашали, поэтому очень рады. Спасибо вам. Проекты очень разнообразные, поскольку у нас группа компаний с различными направлениями деятельности. Самая старая из них, это начиная еще с 22 августа 1991 года, это информационная технология и телекоммуникации. И эту тему мы продолжаем как свою основную тему. И самый интересный наш сегодня проект, это опять же продолжение тем, которые мы начинали еще в 90-е годы, это система образования. Скажем, компьютеризация системы образования или в наше время, в 21 веке, тоже интеллектуализация системы образования, скорее всего. И вот это наша основная тема. Так чтобы, на самом деле, сейчас эта технология, которую мы предлагаем в Республике Молдова, в других странах Европы тоже предлагаем, в Румынии, в Италии, в других странах Европы. То есть вы внедряете свои технологии в других странах? Ну, технологии, на самом деле, это американские, то есть это, скорее, даже такой глобальный ноу-хау. То есть это так, чтобы вот каждая страна, в которой внедряется такая система, это, скажем, образовательный купол, если очень просто его назвать, образовательный купол, потому что он накрывает целиком территорию страны, в которой внедряется каждый ребенок в этой стране, будь это Молдова, или будь это Германия, или Австрия, или Италия, получает персональный компьютер, каждый ребенок получает персональный доступ в интернет, высокоскоростной, безлимитный, что, в принципе, родители даже в Австрии не готовы платить, особенно если в семье много детей. Значит, каждый ребенок получает доступ в централизованную такую базу знаний, скажем, или фабрику знаний. Значит, и это, конечно, делается не взамен системе традиционного образования, а наоборот, для того, чтобы эту систему восстановить там, где она уже частично утеряна, особенно в провинциальных районах любой страны Европы, на самом деле, Молдову тоже, и для того, чтобы ее укрепить, чтобы она в дальнейшем была максимально эффективна, потому что, на самом деле, образование – это не только самое главное, но и, наверное, единственное, что будет двигать экономику будущего. Я знаю, что образование – это ваш конек, мы об этом обязательно более глубоко порассуждаем, но хотелось бы спросить, насколько востребован этот проект в Молдове, и насколько еще необходимо его дальше продвигать? Ну, мы, конечно, стараемся информировать об этой технологии американской, об этой американской разработке. Надеемся, что будет визит наших партнеров американских в июне в Молдову, то есть более подробно будет представлен этот проект. Значит, и мы уверены, в общем-то, очень, скажем, заинтересованы позитивной реакцией правительства, потому что предварительно по контактам американцев в европейских странах большинство стран, с которыми они контактировали, уже выразили большой к этому интерес. Кроме образования, если вы уже спросили про более широкий спектр наших проектов, то мы традиционно развиваем еще строительные проекты. В строительных проектах наша компания никогда не была большой, значит, проекты всегда компактные, небольшие, но зато всегда, скажем, с какой-то изюминкой, то есть более-менее, скажем, такие, ну, немножко неординарные, не скажу эксклюзивные, но, по крайней мере, неординарные. То есть это вот, например, там, итальянский банк, это вот был наш проект еще там в начале 2000-х, изначально это был офис для нашей компании для сдачи в аренду, потом уже мы решили его продать банку итальянскому, это так, это где сейчас Ксимбанк, Интенция Сан-Паула, тоже такой вот проект, который украшает город, я надеюсь. Значит, это жилой комплекс «Амбассадор», который недалеко от этого банка и, наверное, один из самых таких действительно достойных комплексов, скажем, жилых очень компактных, но реально вот нестандартных и дающих людям действительно ощущение такого все-таки редкого комфорта, значит, редкого качества, вот как-то это все вместе. Новый наш проект, он базируется, опять же, на, скорее, все-таки, в общемировых трендах, как вот и в образовании мы опираемся на разработки американские, то здесь мы опираемся на ноу-хау итальянский. Значит, есть такой проект уникальный в Италии, это «Боско вертикали», он получил первое место во всем мире за инновационность среди многоэтажных зданий. Значит, это фактически вертикальный лес, то есть вот в центре города, а мы собираемся именно в самом центре города, прямо на улице Штефан-Ченария. Вы только собираетесь этот проект реализовать? Да, мы его планируем, мы уже, вот итальянский архитектор уже нами его разработали, значит, этот проект, и мы его собираемся, да, внедрять. Значит, и вот в центре города, в любой столице европейской страны, в самой маленькой, в самой известной или большой, в любом случае, но считается как бы невозможно найти какое-то место в наше время для создания нового парка. Но оказывается, это вполне реалистично, то есть просто вот это вот уникальный цветный ноу-хау, новый такой мировой тренд. Значит, первым это был проект «Боско вертикали» в Италии, вторым местом был проект в Голландии, в городе Эйнховен, тоже такое вот многоэтажное здание с вертикальным парком, с вертикальным лесом фактически. И вот бронзовая медаль может появиться в Молдове, то есть вот это вот не шутка, то есть прямо вот Молдова может получить бронзовую медаль в Европе, как минимум по теме вот этого вот международного сейчас глобального тренда вертикальный лес. То есть найти десятки гитар для того, чтобы высадить такой лес горизонтально в центре города невозможно, и фактически вот многоэтажное здание, все четыре фасада многоэтажного здания в этом случае как раз служат этим самым парком, только вертикальным. – А место уже есть, когда будет реализация этого проекта, и реализуете вы его одни или с участием каких-то инвесторов? – Конечно, с участием инвесторов, то есть это все-таки большой и сложный проект, то есть он требует значительно больше затрат, чем любой стандартный проект, который можно себе представить. Значит, вертикальный лес этот, он только сам по себе, он уже несколько миллионов евро потребует инвестиций, поэтому у нас партнеры, как бы это есть, в первую очередь это итальянская архитектурная компания, очень такой, в общем-то, серьезный архитектор итальянский, как бы возглавляет разработку этого проекта. И есть и проекты, скажем, и наш партнер инвестиционный или финансовый партнер, это очень большая компания, арабская компания, называется АРМБ, это многомиллиардная компания, то есть, например, эта компания является владельцем компании «Ютико», это самая большая компания в Персидском заливе по «Ютилитис», это вот то, что у нас, допустим, «Премьер Энерджи», то есть вот эта «Ютилитис», но эта компания в сотни раз больше, то есть на много миллиардов долларов, и она является самой большой компанией в Персидском заливе, то есть среди самых богатых стран Ближнего Востока по опреснению воды, то есть от них фактически зависит половина населения. Значит, и вот с таким партнером нам повезло как бы объединить усилия. И они готовы работать в Молдове. И они готовы инвестировать в Молдове, как это вот не будет странно, исходя из наших, может быть, вот как бы каких-то воззрений там или предположений, что вот как к Молдове могут относиться иностранные инвесторы. Очень позитивно. То есть мы сами себя очень сильно недооцениваем, вот мы, молодоване, себя очень сильно недооцениваем. Иностранцы, особенно те, для которых этот регион довольно новый, как, допустим, инвесторы из Арабских Эмиратов, а конкретно вот компания РМБ, для них Молдова очень замечательный край, то есть они считают это часть Европы, они очень рады нашим лесам, то есть у них таких нету, в Кице даже не ожидается. То есть для них это как бы ничем не хуже Франции, то есть в нашем понимании Франция это вот как-то что-то такое невероятное, а Молдова это очень такое невзрачное. В их понимании вполне, так сказать, сопоставимые вещи, то есть вполне рядом друг от друга, то есть Европа. И в то же время намного более, может быть, скажем, больше возможностей для инвесторов здесь, чем в той же Франции, потому что, скажем, ну очень-очень много еще нужно развивать. – Очень интересно, как удается вообще вам развивать и заниматься таким многоотрасливым бизнесом? Все получается? – Не, не все, конечно. Но, наверное, секрет очень простой, то есть я очень доверяю нашей команде, вот команде, которую мы создали за 31 год уже фактически деятельности. И вот именно атмосфера доверия полного внутри компании, внутри группы компаний, атмосфера, наверное, и демократии тоже, так можно сказать, в этом есть, конечно, свои минусы, то есть там нет, может, жесточайшего контроля, который бы, так сказать, что-то бы тоже помог, наверное, значит, каким-то образом. Но все-таки вот мне кажется, что больше плюсов в атмосфере доверия и демократии. И люди, в общем-то, так сказать, тогда более заинтересованы как-то раскрыться, проявить себя, то есть вот на этом основаны корни, скажем, нашей деятельности. Моя личная роль – это скорее вот как бы роль какого-то, скажем, изобретателя, вот, скажем, даже, ну там, не знаю, там, генератора каких-то, может, концепций, идей, как бы вот, ну, в общем, так вот это как-то и функционирует. – Тогда хотелось бы узнать у вас, как у изобретателя, у генератора таких интересных идей, которые, как мы видим, что воплощаются в жизни, воплощаются очень успешно. Какой вы, как вы вообще оцениваете экономическую ситуацию в Молдове на сегодняшний день? – Ну, общеизвестно, что ситуация, конечно, очень сложная, то есть, если не сказать, там, прямо там, тяжелая ситуация, да, но, как бы, она однозначно не безвыходная. То есть, вот я в этом абсолютно убежден, то есть, как бы, да, есть такие точки зрения, их много достаточно в обществе, в политике, что Молдова обречена, как бы, потому что, вот, там, страшнейший дефицит бюджета, и он будет только увеличиваться, и рядом, так сказать, военные действия, там, и исход населения, прямо, может, сказать, библейский исход из Молдовы, какой-то, вот, бесконечный. – Ну, а то население есть, мы его наблюдаем. – И, да, все это присутствует, но в то же время, я уверен, что есть абсолютно реальный шанс для развития нашей экономики, даже развития ее в разы, как бы, чего нельзя ожидать в каких-то, так называемых, развитых странах Европы, но здесь это не только можно ожидать, но это здесь абсолютно необходимо и очень реалистично. – На чем основан ваш оптимизм? – На генетических корнях, которые мы здесь имеем, то есть, на самом деле, вот, население Молдовы себя страшнейшим образом недооценивает. Мы все, вот, я, вы, вот, мы все, кто здесь живет, мы себя страшнейшим образом недооцениваем. Если посмотреть на карту, вот, древнейших цивилизаций мира, вы можете прямо вот в Google зайти, там, «Map of the ancient civilizations of the world», как бы, вы найдете, что на нашей территории, на части территории, также, у Курмынии, и части территории Украины, здесь проживала древнейшая цивилизация в Европе. Значит, ну, остатки ее потом превратили в то, что мы называем Кокотень-Триполию, значит, наш, допустим, музей истории заполнен вот керамикой из этого периода. – Трипольского периода, да. – Да, но на самом деле, вот, оригинальные корни этой цивилизации по новым американским, кстати, даже не европейским, американским исследованиям, говорят о том, что наиболее вероятная версия территории, из которой, так сказать, уплыл Ноев Ковчег, это как раз вот эта самая территория. То есть, это северные берега Черного моря. В то время это было, то есть, перед всемирным потопом это было просто вот такое огромное озеро, как, скажем, Байкал, пресноводное. И в связи с таянием ледников, примерно 7 тысяч лет назад, которых уже растаяло довольно много к тому времени, после последнего ледникового периода, было действительно вот такое, скажем, огромное наводнение в регионе. Озеро вот это пресное стало, значит, полусоленым, и до сих пор Черное море, оно скорее полусоленое, оно намного мягче, чем Средиземное море. То есть, в общем, истоки нашей цивилизации, истоки нашего образования, количество поколений, которые здесь прожили на этот день. – Генетического кода. – Да. – Генетический код, он, ну, просто необычайно богат. Это вот какое-то уникальное богатство. То есть, вот, не знаю, даже домработницы из Молдовы, самые простейшие, вот девушки, допустим, из самых скромных сел, как бы Молдовы, они владеют часто четырьмя, пятью языками, как родными. То есть, вот, чего профессорам не всегда удается достичь. Значит, вот, молодоване, люди, которые здесь вот родились, они этого очень часто и легко достигают. Это уникальные, действительно, биогенетические корни, которые просто грех не использовать. – То есть, люди сами недооценивают себя. – Да. – Хорошо. А в чем тогда наша основная проблема? Вот только в том, что наши люди недооценивают себя, в чем проблема экономической, главные экономические проблемы, где они кроются? – Ну, если формально, то главные экономические проблемы нам всем известны, это высокие цены, инфляция там, высокая там, и там зависимость от источников энергии, там полная стопроцентная и так далее, и так далее. – Но это все одной цепи проблемы. – Все известные, да. Но вот как раз, как можно из этого, как бы, скажем, вроде бы замкнутого круга, наконец, начать выходить, это, вот, наверное, все-таки и политическому классу Молдовы есть смысл все-таки тоже вот как-то вот немножко постараться начать освобождаться от вот этой вот самой недооценки. Самой недооценки ведет к тому, что когда мы, как вот Молдовы, обращаемся к каким-то любым международным структурам, там, значит, к каким-то другим более развитым странам, мы обращаемся вот исключительно с какой-то такой формулой, причем это происходит все 30 лет, это не сегодня или вчера, это происходит уже 30 лет, мы обращаемся все время, ну, там, как бы, сказать, условно, вот как вот, ну, бедный родственник, вот, которому там тяжело, как-то вот, значит, некомфортно живется и вот как-то, может быть, помог там как-то вот вот, значит, вот с таким вот, с такой формулой. Вот мы с ней уже 30 лет ходим по миру, она очень неперспективна, потому что в каждой стране есть кому помогать, то есть вот, ну, причем глобально есть кому, то есть там в каждой стране свои беды, свои проблемы, как бы она ни была развита. А поэтому формула эта все-таки, она, ну, абсолютно бесперспективна, поэтому, как бы, мы не видим от нее результатов. Да, нам дают какие-то там возможные посильные кредиты, значит, но это нас не ведет к никакому развитию. То есть нам надо все-таки вот немножко свободнее посмотреть даже не вперед, а скорее вперед и вверх, как бы, и все-таки вот провести такие, причем очень скромные, очень, на самом деле, скромные, но стратегические реформы, скажем, или, скажем, переосмысление каких-то, может быть, приоритетов с тем, чтобы мы максимально задействовали вот этот огромный ресурс, который есть в Молдове, то есть человеческий ресурс, еще людей, которые здесь, слава Богу, пока еще живут, людей, которые готовы сюда даже вернуться, значит, и эту страну сделать процветающей. О том, как вы видите, как нужно посмотреть, я сейчас вас спрошу, я знаю, что вы постоянно общаетесь в контакте и с международными партнерами, и с посольствами, и следите абсолютно за всем, чем занимается Министерство экономики. На ваш взгляд, сегодня у нас есть план экономического развития? И насколько он перспективен? Да, ну, начну с того, что совершенно причем искренне, что мы за 31 год своего существования никогда никакой правительства не критиковали, то есть их было очень много, там несколько десятков как бы никого не критиковали. Я вот об объективном мнении, есть сегодня какой-то план? Объективно, как этого плана не было у предыдущих, там десятков правительств, так его нет и у сегодняшнего правительства, не потому что там недостаток, скажем, видения, там или, скажем, опыта, наоборот, его огромное количество, и каждый человек, который входит в правительство или входил в предыдущие десятки правительств, наверняка имеет какой-то абсолютно потрясающий IQ, то есть какой-то уникальный интеллект, уникальный опыт и знания. Просто вот эта вот зашоренность нашего общества в целом, она мешает вот посмотреть как-то вот за пределами вот этих вот проблем, что вот мы бедные, маленькие, вот нам куда деваться. То есть комплекса. Деваться некуда. Какой-то комплекс такой, да, вот зажатости, как бы, и он не позволяет нам все-таки вот выйти как-то резко из этого, из этой ситуации. А на самом деле пути очень простые существуют, как бы, то есть не нужно вот, ну, там, сюда вот зазывать, допустим, там пару миллионов японцев, они все равно не приедут, никакие другие, так сказать, там нации тоже не собираются помочь от приезда массового суда, как бы, значит, вот, а вот мы сами и являемся той самой предельной, я бы сказал, идеальной нацией, как бы, населением, которое может здесь сделать чудеса экономические. Хорошо, господин Руссо, вот как нам сделать экономические чудеса? Что необходимо для экономического роста? И в каком направлении вообще должна двигаться тогда экономика Молдовы? Ну, знаете, вот на самом деле у меня вот нет ни одного, ни одной какой-то вот собственной идеи, там, какой-то, тем более, там, типа, вот как талантливая. Ну, просто мы скромно наблюдаем за процессами в мире. Вот процесс следующий, что американские экономисты, то есть, это, понятно, ведущие экономики мира, там, глобальные и так далее, американские экономисты просто скромно подчитали, что к 2024 году, это всего лишь через два года, 52% всей экономики Америки будет IT-релейтить, то есть, как бы, как-то связано с информационными технологиями. 52%, то есть, это, включая вот пошив тапочек, так сказать, там, добычу угля, там, и вот всей-все экономики 52% связано с информационными технологиями. И еще там пару лет позже это будет, там, 56%, и все пару лет позже, 60% и так далее. Хорошо это или плохо, там, в целом для человечества, я не знаю, как бы, но вот этот процесс существует. Что это означает для нашей маленькой стороны? Это означает просто какой-то абсолютно невероятный клондайк, скажем так, потенциальных заказов сюда, вот на наш регион. Каких заказов? Ни в коем случае не заказов, так сказать, на разлив вина, это все-таки, это очень благородный, очень красивый, древний, так сказать, род деятельности, но очень лимитированный. В Европе каждый год уничтожают примерно 500 тысяч декалитров вина, просто чтобы вот цены не опустились ниже, чем цена на воду, то есть вот они вынуждены просто каждый год уничтожать огромное количество вина, чтобы вот как-то поддерживать, так сказать, цены на воду. Это не совсем перспективный. Это очень, еще раз говорю, очень благородный, очень красивый, очень со старыми традициями связанный вид деятельности, его надо максимально сохранять как-то вот. Как традицию. Как традицию, да, даже как предмет нашей гордости, национальной и так далее. Это, ну, в плане экономики, с экономикой это, ну, почти ничего общего не имеет, то есть это не имеет никакого там вот перспективы, никакой вот в настоящем экономическом масштабе. Ну, практически то же самое, можно сказать, в принципе, во всей нашей агрикултуре, да, она существует, да, мы вправе ею гордиться, потому что она натуральная, она дает прекрасные продукты с очень хорошим вкусом, но это тоже нужно хранить как вот какую-то вот славную традицию нашего региона, поддерживать максимально сохранять, значит, но это тоже не может стать двигателем экономики, потому что еще в начале 90-х, когда были первые политические визиты в Америку, в них тогда уже участвовал, как бы, слышал просто вот как наблюдатель, скажем, вот о чем просили, о чем говорили наши политики того времени, они говорили о том, что единственное, что есть вот в Молдове, и вся ее перспектива, и в общем, это наше все абсолютно, это агрикултура. Мне было там 25 лет, по-моему, я себе задавал вопрос, подожди, ну, вроде бы в Америке агрикултура составляет 4% экономики, составляла в 95-м году, сегодня она составляет, не знаю, 2% или меньше, как бы, кроме того, ее десятки лет американская правительство субсидирует, чтобы она как бы нормально существовала и могла покромить население, как бы даже там эксплуатироваться и так далее. Все это, как бы, ничтожная доля экономики в развитых странах. Как мы можем на это опираться, как вот, на то, что это наше все, и вот откуда тогда будет наша экономика, если это в развитых странах составляет ничтожный процент? Действительно, потому что вот все практически 30 лет до существования страны мы слышим, что сельское хозяйство это чуть ли не национальная идея нашей страны. А вот вы сейчас говорите, что, в принципе, с точки зрения экономического развития это вот бесперспективно? С точки зрения превращения нашей страны в развитую, она бесперспективна абсолютно, да, потому что мы можем, конечно, стать таким вот, скажем, ну вот, знаете, я вот в Китае где-то в 2000 году путешествовал, когда вот тоже там, кстати, были тоже какие-то наши правительственные делегации, то есть показали нам тогда национальные парки, ну это как бы вот парки, которые, ну как в Диснейленд, но только сфокусированы на каких-то определенных там очень древних традициях там разных китайских народностей, их там сотни этих народностей. И вот это, конечно, очень интересно, очень увлекательно, очень такая вот, ну скажем, такая, скажем, возможность посмотреть на этнографические разные, так сказать, особенности вот китайских народов, значит, вот кто-то вот там плетет какие-то особые виды там ковров, кто-то, значит, там какой-то особый вид вот еды там, значит, имеет и так далее, то есть, в общем, очень все интересные традиции, но и, конечно, превращение Молдовы в такой вот, скажем, вот парк, вот, скажем, вот этнический или там этнографический, это тоже своего рода как бы экономика, но она очень маленькая, то есть, это очень красиво, это очень, это будет привлекать и не французов, и американцев сюда приезжать, и японцев, это вот потрогает вот это вот натуральное, замечательное, вот такое вот традиционное, но еще раз, вот в экономике Америки еще в 95-м новые цифры просто не интересовался, я думаю, что они намного меньше сегодня, агрикультура составляла 4%, то есть, это как ничего, поэтому, да, мы это должны обязательно делать, мы должны делать этот тематический парк, скажем, да, вот такой большой Диснейленд, где вот натуральная кукуруза, натуральный виноград, и все вот натуральное, и все исконно вот настоящее, как бы аутентик, там, значит... А как же продовольственная безопасность? Да, вот по этой причине американское правительство и поддерживает десятки лет своих фермеров, то есть, субсидиями, именно для того, чтобы поддержать продовольственную безопасность, но еще раз, от всей экономики это составляло тогда уже, почти 30 лет назад вот это составляло 4%, сегодня, наверное, 2 или меньше процента составляет, то есть, да, нужна продовольственная безопасность обязательно, и в нашем случае вот этот, вот скажем, такой тематический парк для, так сказать, других стран, это очень замечательный бизнес по-своему, но это не развитие экономики развитой. То есть, вы все-таки настаиваете на том, что развитие образования в этом кроется на успех? Абсолютно единственное. Ну, вот формула, вот, например, вот этого вот образовательного купола в чем состоит? Когда каждый ребенок Молдовы получит отдельный компьютер, свой личный, это значит, их должно быть 350 тысяч таких компьютеров, ни 10, ни 5, ни 2 тысячи, то есть, мы, наша компания много раз в эти 30 лет выиграла разные тендеры Международного банка, Мирового банка, там, для того, чтобы поставлять компьютеры в школу, вот недавно мы еще один тендер выиграли, значит, но это как бы как капля в море, то есть, это вот, ну, допустим, вот примерно вот самый большой тендер за последние 3 года во время пандемии был на 10 тысяч компьютеров, это прекрасно, это было очень хорошее действие, как бы, и со стороны РФ, и со стороны... Это когда дети в малоимущих семье и остались без компьютеров, да? Ну, по сути, даже, насколько вот потом уже кто-то делал репортаж такой по телевидению, что многие из этих ноутбуков до сих пор лежат на складах, а почему? Потому что элементарно, вот, как школа должна решить, кому их выдать, то есть, получается, по количеству, это примерно 2% от количества детей, это кому их надо выдать, то есть, это примерно на 2 класса, это 1 ноутбук, его надо повесить на стенку в каком классе, в первом или во втором, или вообще нигде не повесить, как бы, выдать их вообще никому, потому что это, ну, как бы, очень несправедливо, почему надо выдать вот ему, а остальным 60 детям его не надо выдать, этот ноутбук. То есть, ну, просто даже вот элементарно, даже в некоторых школах до сих пор, и насколько, так я видел, по телевизору, они лежат даже, может быть, и на складах. Значит, решение, ну, чрезвычайно простое решение, что каждый ребенок должен иметь свой компьютер, каждый ребенок должен иметь свой доступ в интернет, потому что, ну, вот, скажем, в любой беднейшей стране мира, или там во второй по бедности, или в третьей, там, в любой стране мира есть какое-то количество компьютеров для детей в образовании, какое-то количество интернет-соединений для детей в образовании, ну, и только Это какое-то количество, оно варьирует, где-то больше, где-то меньше. Где-то в наиболее бедных американских странах, может быть, это 1% от количества детей. У нас это уже, может быть, 2 или даже 3 уже набралось. То есть мы более развиты. В Австрии это целых 20%. У меня была потрясающая встреча с австрийским политиком, когда я ему рассказывал об этой американской абсолютно уникальной системе, полного попалообразовательного, он сначала искренне так возмутился, говорит, что как же так, вы знаете, что правительство Австрии сделало в прошлом году, это был тогда 21 год, сделало в связи с пандемией огромные инвестиции. Мы купили огромное количество компьютеров. Замечательно, сколько? Он назвал количество. Я говорю, ну, тоже замечательно, но это примерно 25% от количества ваших детей в Австрии. Остальные, кому вы их купили? Он задумался, говорит, ну, наверное, вот беднейшим семьям. Да, точно, вот беднейшим семьям. И что помогло очень сильно, как бы, остальные семьям, что всем купили компьютеры, как бы, родители? Нет, не купили. То есть это в Австрии, то есть это то, до чего нам, кажется, 50 лет, как бы, надо там работать, чтобы мы где-то приблизились. То есть, а на самом деле концепция, ну, чрезвычайно простейшая. Хорошо, а в Америке как? В Америке точно так же, как бы, то есть чуть-чуть лучше. Как и в Австрии? Чуть-чуть лучше, как бы, потому что более динамичная страна, все-таки, чем Европейский Союз даже, намного более динамичная. Ну, и там огромная проблема. Количество, процент населения в Америке, которые способны занять свою нишу в этих 52% экономики, связанных с ИТ, процент населения – это около 20 максимум. А что будут делать остальные 80% населения? Они, как бы, ну, все-таки, как получится. То есть, поэтому это вот называется маргинализация общества, и она происходит везде, вот и в западных странах, и в незападных, то есть в восточных. То есть, и единственный выход из этой проблемы – это только вот полное всеобщее образование. Его очень легко можно достичь. Например, вот когда вот каждый ребенок имеет компьютер, каждый ребенок имеет неограниченный доступ в интернет, каждый ребенок имеет доступ в центральную образовательную систему, то есть кроме традиционной системы, которая не меняется, не подменяется, а поддерживается максимально и расширяется ее возможность благодаря этой системе, то что происходит? Ученики уже девятого класса, кроме своих основных предметов по плану бакалавриата, они получают какие-то IT-related профессии, то есть какие-то профессии, связанные с IT, очень примитивные для начала, то есть какие-то, допустим, IT-гейми-тестеры, это вот надо просто играть в какие-то компьютерные игры, то есть и определять там какие-то ошибки, там какие-то вести журналы наблюдений и так далее. Очень много сейчас специальностей, для которых достаточно курса 3 месяца, есть специальностей, для которых достаточно курса 6 месяцев, но это будет означать, что ребенок в 15 лет может получить, ну, как бы, part-time job, как бы выйти в парк Молдова и получать уже где-то 750 евро, а после 10 класса уже где-то 900 евро, после 11 уже где-то 1200, после 12 уже где-то 1500, то есть отъезд в Италию полностью отменяется, отъезд в Италию, куда-то в Испанию там собирать апельсины, там, не знаю, куда-то в Америке в Макдональдс работать, все это отменяется, то есть полностью можно остановить эксодус из Молдовы, потому что сбережения, которые эти люди смогут, даже дети смогут создать себе в Молдове, из этих, имея намного ниже стоимость проживания, чем они бы жили в Америке или в Италии, то получается, что по сбережениям они моментально обгонят своих родителей, которые трудятся почти что до инвалидности в той же Италии или еще где-то. Вот, ну, вроде такая простейшая абсолютно концепция, но, как бы, тем не менее, она вот абсолютно глобальная, то есть это вот поэтому, это компания, которая это, в общем-то, разработала, это крупнейшая частная компания Америки, значит, «Коукиндестри» с ними называется, как бы, и вот, ну, мы просто вот, ну, не только очень рады вот этому партнерству с ними, но мы, ну, как-то даже, я даже сказал бы, очень им благодарны за то, что они, в принципе, это вот придумали и несут это, вот, как бы, странам, надеюсь, у нашей страны тоже. Нашу компанию они выбрали как партнера по, ну, как минимум, в Восточной Европе, может быть, там даже чуть пошире, как бы, нам удастся, вот, в Италии вроде бы тоже они оценили, что можем как-то тоже сотрудничать. То есть вы пока с ними сотрудничаете по Молдове, Италии, Румынии? Пока вот эти три страны, да, уже есть первые какие-то разговоры в Австрии, в Германии, как бы, значит, эти страны очень, как бы, активно отозвались, очень активно отреагировали на первые встречи, потому что, ну, на самом деле, это абсолютно необходимо в любой стране, как минимум, в Европе, то есть мы будем дальше расширять Европу. О том, как этот интересный проект можно реализовать в Молдове, учитывая наши экономические реалии, мы с вами поговорим после очень короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Итак, мы вернулись в студию. Я напомню, что в эфире программа «Главное». Сегодня мы обсуждаем экономическую ситуацию в стране и ищем выходы из экономического кризиса с бизнесменом, владельцем компании «Ачент Электроник», а также почетным консулом Республики Корея в Молдове, Владимиром Руссу, господин Руссу, в продолжении нашей беседы. Очень интересная концепция вы предлагаете, очень интересный проект. Американская компания, с которой вы сотрудничаете. Да, конечно, частная компания Америки. Согласна, что это очень перспективная идея. Как ее реализовать в наших реалиях? Вот вы говорите, что на складах осталось большое количество, да, еще с момента пандемии, большое количество компьютеров, Больше или больше я не знаю, но я объяснил, почему она осталась. Ну, осталось. Вы объяснили, почему она осталась. Потому что нет возможности сегодня каждому нуждающемуся ребенку дать в пользование или подарить компьютер, который необходим. Способны ли мы экономически сегодня каждого ребенка обеспечить этим необходимым атрибутом? Да, даже правительство Австрии этого не смогло сделать или не захотело, это уже как бы я не знаю. В общем, ни одно правительство в Европейском Союзе этого не сделало самостоятельно, как правительство. Потому что вообще, как бы, ну, почему, например, в Америке нет госкомпании, вот никто не задумался, почему там нет государственной компании, потому что это не состоянный был как бы форм, как бы вот это, то есть это, ну, такая форма предприятия, форма, там, экономики, она не эффективна, скажем, вот, государственной формой экономики. Ну, собственно, вот развал Советского Союза и много других событий. Китайский пример, что когда только они ушли, вот, кстати, такой, бы, наоборот, такой серьезный, в общем-то, капитализм, ну, да, государственный капитализм, тогда они пошли вверх очень серьезно. То есть, поэтому наши правительства здесь ничем не хуже австрийского, то есть, как бы, просто, ну, наши смогли купить 2% компьютеров под количество детей, поэтому их некому раздать, просто нет такой лотереи, как определить, кому эти 2% выдать. Значит, австрийская правительство целых 20%, так сказать, купило для своих детей, но тоже как-то сложно, наверное, у них с лотереей, вот, кто там беднее, как это определить, кто обидится. Значит, ну, мне говорили даже обеспеченные родители здесь молодой во время пандемии, что, ну, хорошо, вот у нас есть дома компьютер один, но у нас детей троше, мы должны теперь еще три компьютера купить, один семейный, и каждый для каждого, потому что, ну, то есть, не хотели даже люди, как бы, обеспеченные этим заниматься, то есть, как, ну, за наш счет, семейный, пусть государство занимается, государство тоже не может. Поэтому модель, которая предлагается американцам, она есть единственная, как бы, эффективная и устойчивая, скажем, стабильная и, можно сказать, вечная, то есть, ну, в каком-то смысле. Это модель, та же вот, на которой основана вся экономика американская, то есть, это приватная модель. То есть, создается национальный оператор, ну, это как ППП, вот то, что называется, там, партнерат, публик-приват или как-то там, какие-то, может быть, другие формы, но это национальный оператор. Значит, ну, и это задача национального оператора инвестировать свои деньги в то, чтобы, вот, да, раздать, вот, в Молдове, если говорим, 350 тысяч компьютеров, да, раздать 350 тысяч интернет-соединений, да, создать фабрику знаний, да, там, разместить, там, несколько тысяч преподавателей на этой фабрике знаний, да, это центр и так далее, и так далее. То есть, да, это огромная инвестиция, там, порядка, примерно 300 миллионов долларов. И, конечно, таких денег у государства, как и в ПМИ, нет, вот, там, кроме, так сказать, ну, в общем, понятных действий. А где это агентство найдет тогда эти средства? Не агентство, а оператор национальный. Оператор. Национальный оператор – это вот американская инвестиция полностью, то есть американская инвестиция, она делается чисто на американские, соответственно, деньги, то есть не нужно никаких денег ни из Молдовы для этого. Значит, ну, и потом, что, ну, как бы, на чем основана эта моделька, что неважно, где это будет применено, в Молдове, или в Италии, или в Румынии, или в других странах, конечно же, этот оператор национальный, он, конечно, должен как-то себя окупать, как бы, вот, он и будет это делать, как бы, точно, будет делать за счет того, что внедрение этой системы принесет огромную экономию бюджетных средств в образовании, причем при этом не сокращая никакие, вот, скажем, господарственно-образовательные программы. Почему экономия – это, как бы, предмет нескольких часов презентации, это сейчас, наверное, не вовремя делать, но часть от этой экономии, скажем, бюджетных средств, она и будет просто выплачиваться этому оператору ежегодно, и таким образом он будет себе как-то вот компенсировать. То есть это своеобразный кредит? Нет, это не кредит категорически. Любой инвестор, он, когда делает инвестиции, вот, ну, например, я непосредственно когда-то создавал компанию Молдсил, то есть там недавно, в 1998 году, то есть это вот чем-то очень надаленном, но похоже. То есть, как бы, я был представителем этой компании пять лет, потом уже продали мы свои акции туркам, значит, резким партнерам Турксил. И, значит, вот это очень, ну, чем-то очень отдаленно, конечно, но похоже. То есть это, конечно, не оператор телекома, это, конечно, не Молдсил, как бы, это совершенно другая, как бы, ну, скажем, абсолютно новая вот такая экономическая модель. Вот, но любая инвестиция приватная, она откуда-то окупается. То есть, ну, нет, ни в коем случае не кредит. Кредит – это ответственность государства, если кредит дается государству. И инвестиция, она подразумевает риск инвестора. То есть это риск будет этой американской корпорации, которая к нам инвестирует. Если как-то эта модель пойдет не так, например, уровень экономии для бюджетных средств окажется не такой высокий, как они прогнозируют, и, соответственно, бюджет не будет столько выплачивать, сколько они предполагают, хотя это всего несколько процентов от сегодняшних расходов, несколько процентов только, значит, то, ну, значит, они прогорят, как бы, но они уверены, что не прогорят, причем в любой стране, что в Молдове, что в Германии, что в какой-нибудь стране, вот, допустим, там очень, ну, скажем, мало развитая экономическая, они уверены в том, что модель абсолютно устойчивая в любой стране мира. – Вы общались с правительством на эту тему, как они смотрят на этот проект, знают ли они об этом проекте, или они впервые по телевизору сегодня услышат о нем? – Ну, вы знаете, знают очень поверхностно, то есть, опять же, у каждого правительства из тех десятков правительств, которые мы наблюдали вот за 31 год, есть свои плюсы, минусы, у нашего нового правительства есть потрясающие плюсы, то есть это, может быть, одно из самых инновационных правительств, которые действительно как-то очень искренне, прямо там от всей души, вот, хотели бы как-то нас быстрее, так сказать, соединить с Евросоюзом, то есть, как бы вдохнуть сюда новую жизнь, как бы там новые стандарты, вот, все новое, и вот, как бы, ну, новую жизнь, на самом деле. Это очень правильно, очень благородно, очень, на самом деле, серьезные стратегические устремления, но упускаются в то же время, наверное, какие-то, ну, так сказать, маленькие, но, на самом деле, значимые детали. То есть, общение с бизнесом, вот, видимо, один как раз из ваших вопросов сегодня, это общение с бизнесом, оно, как бы, ну, чрезвычайно лимитировано, потому что, ну, видимо, есть такая, как это, perception, какое-то, такое, может, представление, вот, сегодня у нас, вот, скажем, политических элитах, что если вот политические элиты общаются с бизнесменами, то, наверное, они их хотят поддержать, наверное, они как-то с ними дружат. Ну, там, что-то, как бы... То есть, это ничего не означает? Когда сюда приезжала единственный раз в истории Молдовы канцеля Германии Ангела Меркель, сзади нее высадилось 10 немецких бизнесменов, то есть, и разговор не шел о том, какое мнение Молдовы имеет о ситуации на Ближнем Востоке, а вот, что мы думаем об освоении Марса, ну, не интересовало ее, это, как бы, вот, искренне, как бы, но ее интересовали очень конкретные экономические потоки. Вот, господин Шварцман, у вас какой вопрос к Молдове вот такой, пожалуйста, записывайте где-нибудь там. А вот у вас какой вопрос к Молдове вот такой, вы тоже где-то себе там запишите. Что, все, как бы, согласовали, как бы, нормально. Вот это прагматический подход. То есть, это был эффективный визит? Это единственная форма эффективного визита. Чтобы, ну, скажем, новому, сегодняшнему правительству не было никак досадно, что что-то они делают неправильно, только могу успокоить их тем, что все наши правительства делают то же самое. То есть, вот, начиная с первого визита, с которым я участвовал, то есть, визит, там, допустим, президента Молдова к президенту Клинтону, очень давно, то делегации всегда разделялись. Вот прилетели и разделялись. Вот какая-то вот серьезная делегация политическая, она вот, так сказать, идет на политический уровень, а бизнесмены, они вот, ну, вот, там, вот. Где-то там, на задворках. Пусть посетят какую-нибудь там фабрику, значит, тапочек или что-то там интересное. То есть, чисто ознакомительный визит? Какой-то вот такой этнографический тоже визит. То есть, на сегодняшний день у бизнеса и у правительства чисто какие-то формальные встречи, формальные разговоры, которые в основном ни к чему не приводят? Вообще, наверное, нет встреч, потому что вот есть вот это вот какое-то ощущение, вот, что правительство стесняется, члены правительства стесняются встречаться с бизнесменами, потому что, я говорю, вдруг кто-то скажет, что вот у них там что-то, вот-вот. Ну, как министр экономики, разве он не встречается с бизнесменами? Ну, у меня нет такой статистики, я же не наблюдаю за этим, но насколько вот я слышу от разных бизнесменов, то вот, наверное, это правительство наиболее закрытое как бы от бизнесменов, как бы, ну, так случилось. Опять же, может быть, потому что считается, что в Молдове как-то очень страшно была развита какая-то там коррупция, там, вот, давай ее там срочно прекратим. Ну, она развита там, не знаю, в любой стране мира в какой-то степени, как бы, значит, как это у нас, я не эксперт, не могу оценить, как бы, но, по крайней мере, бороться с этим надо не закрытостью, а, наоборот, предельной открытостью. Потому что, когда все предельно открыто, то негде коррумпировать ничего, то есть, как бы, зачем тебе это надо, вот, любому бизнесмену, если у тебя все открыто, как бы, и это и есть самая главная реформа, которая нужна в Молдове, когда все предельно открыто, нет никаких схем, нет никаких каких-то вот ужимок, зажимок, там, кого-то кто-то стесняется, как бы, кто-то кого-то там чуть ли не домогается, там, вот, давай я все-таки попаду к тебе на прием, как бы, ничем, вот, когда все открыто, Это как раз тот принцип, которым у нас пытаются научить Запад, Союз, американцы. Мы не хотим его воспринимать. Мы себя пока ведем, политические элиты, скорее, как наследие советского прошлого. Капиталисты – это что-то не очень хорошее. Они как-то отдельно их надо держать. Но капиталисты и создают экономику. То есть сейчас не изменилось отношение к бизнесу? Оно постсоветское. Оно неокоммунистическое, но оно абсолютно ничего общего с Западом не имеет. Вообще никак в корне. То есть Запад – это абсолютно приватная экономика. Это Запад. Приватная экономика – это что? Если ты немецкий канцлер, ты привез здесь бизнесменов. Если ты американский президент или вице-президент, ты привез американский бизнесменов. Но ты не привез деятелей культуры или деятелей оперных солистов. Ты привез бизнесменов, потому что это нужно для экономики страны. То есть отношение к бизнесу в Молдове так и осталось. Скорее негативное, чем позитивное. И вы это ощущаете? Какое-то настороженно разделенное или отдаленное. Хорошо. Как чувствует себя бизнес в общем? Не только вы, ваши коллеги, с кем вы общаетесь в таких условиях? Привыкли. Привыкли, смирились, если в общем и целом, если сказать очень откровенно. Но всегда остается надежда. Всегда остается надежда, что все-таки наши политические элиты станут более открытыми к развитию экономики. Развитие экономики – это не выставка каких-то тапочек рушного пошива, что вот это Бестов Молдова далеко не уедешь. Да, это Бестов Молдова в смысле Арц, но на этом не уедет экономика никуда. И поэтому наша экономика уезжает. Но не в смысле развития, а из Молдовы она уезжает. Каждый день она уезжает. Больше и больше людей. Реально я не понимаю, кто будет платить пенсии через 10 лет. Реально я не понимаю. Я понимаю, что может мне как раз через 10 лет и понадобится пенсия, а ее не будет. Поэтому реально просто очень-очень как-то серьезно и очень глобально нужно вникать именно в развитие экономики. То есть не вот что-то, но как бы там все полезно, чем начать заниматься. А бизнес сегодня готов помочь правительству и гражданам преодолеть кризис? И вот каким образом бизнес может сегодня помочь? Ну, бизнес, он на самом деле, так сказать, ничем и никому не помогает. Он просто хочет заработать. Но благодаря вот этой корыстной цели каждого бизнесмена, и благодаря этому и развивается общество. То есть вот самый простейший пример, что после просто какой-то жутчайшей, страшнейшей разрухи 100 лет назад, которая произошла после развала Российской империи, то есть после революции Октябрьской, когда пришли к власти коммунисты, то есть это вот люди умирали от голода миллионами, страшнейшие беды. Вот за несколько лет это удалось каким-то абсолютно невероятным чудом нивелировать вот эти все страшные, страшную пропасть. А что произошло? Произошло, это называлось НЭП по-русски. Значит, НЭП это вот фактически вот, ну, приоткрыли возможность для бизнеса. Вот да, мы коммунисты, ну, давай чуть-чуть откроем возможность для бизнеса. Вот бах, и как бы вот эта вот территория, она практически каким-то чудом возродилась. Значит, она возродилась не на том, что эти бизнесмены, там, полубизнесмены, что им тогда разрешали. Они хотели кому-то что-то помочь, подарить. Они хотели заработать, конечно, как бы, но из-за этого восстановилось общество. Вот и вся помощь, которая не только можно, а которая необходима, даже не ждать, а требовать от бизнеса. Поэтому с бизнесом приезжают канцлеры Германии, так сказать, лидеры других стран. Они приезжают с бизнесом, они приезжают с инвесторами. Инвесторы – это не дарители. В нашем постсоветском мышлении инвестор – это даритель. Инвесторы – не дарители. Инвесторы хотят обратно взять больше денег, чем они вложили. Вот крыс – не люди. Но вот эта именно крысть, она и помогает обществу расцветать. То есть вот то, что вот столетие… А вот все-таки еще хочу по вашему проекту, очень интересному, которому вы рассказали, образовательному. Если, например, все-таки точки соприкосновения будут найдены, правительство захочет реализовать наш этот проект, вот вы совместно с иностранными партнерами его реализуете у нас в стране, сколько на это понадобится времени для того, чтобы, ну, я уже не говорю на 100%, не замахиваясь, ну, чтобы хотя бы, как в Австрии, 20% мы обеспечили компьютерами? На 100% это делается в течение одного года обеспечения компьютером. Одного года? Второй год – это, может быть, достройка каких-то вот там еще элементов инфраструктуры. Значит, а на третий год люди перестанут уезжать из Молдовы. Более того, родители вот этих детей, которые начнут зарабатывать от 750 до 1500 евро в возрасте от 15 лет до 19, родители этих людей начнут возвращаться из Италии, потому что они, как говорится, не сумасшедшие. То есть если у них сбережения в месяц будут составлять, как сегодня, максимум 300 евро, это потолок, а у их детей они будут в районе там где-то 500-600, как будто эти родители начнут возвращаться, потому что им для того, чтобы получать такие же сбережения, как они сейчас могут отложить в Италии, достаточно три месяца IT-курсов, и все. Кто-то из них захочет потом еще 6 месяцев уже на более высокий уровень, кто-то захочет даже на год на более высокий уровень, пожалуйста, как бы, это все открыто. Но это доступно всем людям от возраста 7 лет, то есть начала школы, до возраста 65 лет, начала пенсии. Всем людям доступны вот эти три месяца курсов. То есть в понимании обывателя, вот я программист по образованию, и в моем понимании тоже это очень сильно укоренилось, что IT-гай, то есть вот IT-шник, это вот какой-то вот такой гик, там математик, там, не знаю, какой-то вундеркинг с большими очками. Сегодня вообще нет, 52% экономики, напоминаю, Америки через два года будет связано с IT. То есть это огромное количество, сотни, если не тысячи каких-то специальностей, очень простых, если не сказать даже простейших, научиться которым можно за три месяца, за один месяц некоторым, некоторым за шесть и так далее. То есть это абсолютная революция, и мы можем Молдову превратить в большой IT-хаб. Большой IT-хаб, кстати, в первую очередь для Запада именно, который от этого будет только счастлив, потому что на этом будет зарабатывать миллиарды долларов, и миллиарды будет получать и Молдову. То есть если сегодня весь наш госбюджет от 4 миллиарда, то он может утроиться за несколько лет, утроиться за несколько лет. Значит, это вот примерно расчеты, когда вот страна превращается в современных возможностях, в современном мире превращается в IT-хаб. Очень интересная идея, желаю вам удачи, и хотелось бы, конечно, чтобы вот в Молдове все развивалось так, как вы рассказываете. Скажите, сколько лет... Наверное, по инвесторам, может быть, по инвесторам, это что вы... По инвесторам? По инвесторам я хотела бы спросить у вас, сколько лет вы являетесь почетным консулом Южной Кореи в Молдове? Ну, это вот с 2013 года, как бы, вот, и... Ну, как бы, это, скажем, такая, скорее, общественно полезная работа, то есть это не какая-то такая важная должность или, там, значит, стратегическая. Вот, но она действительно по-своему интересная, изучая, получаясь какой-то новый опыт, новую страну. Южная Корея как раз уникальный пример, когда люди получили... Люди из ничего, как бы, из огромных проблем, которые у них были в начале 50-х годов, стали одной из ведущих экономик мира, сегодня девятая экономика мира. И вот почему я так хотел сказать по инвесторам что-то, потому что что еще глобально нужно, наверное, поменять здесь, и что к чему и Корея была очень открыта, начиная с 50-х годов, это то, что в нашей стране пока она является чуть ли не закрытой для инвесторов. Формально мы везде объявляем, что мы очень ждем инвестиций, но реально, вот даже сейчас совсем недавно к нам приехали, или вот, допустим, делегация вот арабской компании, которая говорила, два потрясающих случая. Один момент, это в самолете девушка сидит рядом с этим арабским бизнесменом, и очень разговаривали смело, в конце она его спрашивает уже перед посадкой, а вот вы зачем-то в Молдову летите, скажите. И он гордый, говорит, ну как девушка симпатичная, гордо говорит, что вот инвестирует. Она говорит, я вас не выпущу из самолета, я не могу это сделать, зачем вы это делаете, это очень неправильная страна, это говорит Молдаванка, как бы, не делайте это, пожалуйста, улетайте обратно. Значит, дальше еще интереснее, дальше он доходит до паспортного контроля, и он строго спрашивает, как бы, ну я был в 40 странах мира, то есть, ну, может быть, в двух из них я встретил строгий такой вот подход, прям такой вот подозрительный, как бы, в двух странах из 40. В остальных это максимум, так сказать, внимания, приветливости, да, приезжаете, как бы, деньги. Значит, каждый человек, который приезжает, привозит деньги. Значит, и паспортный контроль, где-то цель приезда. Говорит, инвестиции, ну, уже меньше города, чем в самолете, уже не девушка, говорит, инвестиции. Посмотреть, то есть, это арабы, значит, как бы, то есть, вот, и там не японец, допустим, инвестиции, ну, что, какие инвестиции в Молдову, ты что, куда ты приехал, что-то тут не так. Значит, значит, то есть, вот, нам надо глобально поменять отношение к инвестициям, мы должны к ним просто предельно быть открытым. Это секрет Южной Кореи, это секрет всех стран, которые очень быстро развились. Но, вроде бы, у нас есть какие-то определенные программы, которые реализуются, Молдова, Оазис для инвесторов и так далее. Неужели так и не изменилась культура абсолютно в лучшую сторону? В корне и, соответственно, в массе нет, абсолютно. Она остается постсоветской. То есть, вот, это инвестиции. Что для этого должно сделать тогда руководство страны? Это же системная проблема. Наверное, все-таки это разъяснять нужно работникам всех госструктур, что ребята-инвесторы, это вот наш госбюджет, это наши пенсии будущие, это вот ваши пенсии всех госработников будущих. Вы на что будете жить, вот, ребята, все, как бы, значит, это надо как-то разъяснять. Что еще пугает инвесторов, помимо вот такой неприветливости наших граждан и удивления? Не только граждан, да. Значит, на самом деле ничего не пугает. Наоборот, очень много в Молдове привлекает. Очень много привлекает. Я просто могу это там много часов рассказать. Ну, вот, например, что, вот если так в общем обобщающе, что привлекает, кроме экологии, как вы вот рассказали в начале программы, что еще интересно инвесторам? Совершенно без шутки скажу, что очень интересный интеллектуальный потенциал молдавского населения, он огромный, я уже об этом говорил. Очень интересное расположение Молдовы в центре Европы, и при этом огромная недоинвестированность. То есть, когда люди, те же самые Арабские Эмираты, там, или там, Катары и так далее, там, Кувейты, если они, они почему не едут во Францию инвестировать? Потому что там уже, ну, как бы, все ниши заняты, так же в Германии. Здесь они видят, что практически все ниши свободны. Если там все заняты, то здесь все свободны. Да, вот так, как бы. Но мы должны очень сильно быть открыты в этом смысле. Это что-то должно быть стратегическое в голове. То есть, вот это открытое. Как это было в Южной Корее, вот, в 50-е годы и сегодня тоже, кстати. Не пугает инвесторов военная ситуация в регионе? Ну, она только пара месяцев, как существует. Поэтому мы сильно проанализировать эту ситуацию пока не могли. Но, как это ни странно, ну, если кого-то и пугает, то не всех, я бы так сказал. То есть, по крайней мере, вот, допустим, арабские страны, они, может, потому что они все время живут в каких-то процессах вот этих, или там по соседству, или там по соседству что-то у них происходит всегда. Может быть, по этой причине. То есть, они просто привыкли к этим процессам. Ну, а вы сами не боитесь вкладывать в недвижимость, в строительство, вот, в данный период? Вы знаете, нет, как это, может, ни странно произвучит, потому что все равно, ну, мое убеждение, я просто сам очень миролюбивый человек, и я уверен, что миролюбие в любом случае возобладает, как бы, то есть... Да, ну, и многие, конечно, говорят, что все у нас будет спокойно, надеются, там, президент говорит, что... Надеются, что все будет хорошо, Молдова соблюдает нейтральный статус, но риски есть, подчеркивает она. То есть, руководство страны не исключает любого поворота событий. Вообще, на бизнесе в Молдове как-то сказалась эта ситуация в регионе? Ну, кстати, очень такой вы задали важный вопрос, и иногда, вот, знаете, есть такое понятие, роль личности в истории. Спорили философы, там, она большая или не большая, я считаю, что роль личности в истории огромная. Вот, в данном случае, роль личности непосредственно нашего президента, она огромная, она чрезвычайно просто глобально позитивная. Я даже думаю, что не все это, как бы, понимают, не все видят, не все оценивают, но ее роль сегодня, ну, просто потрясающая, потому что сегодня нам, находясь прямо на границе вооруженного конфликта, удержаться в нейтральном статусе каким-то абсолютно чудом, это надо просто, ну, не знаю, какие-то потрясающие иметь способности, какое-то потрясающее обаяние. Я даже думаю, что тот факт, что это именно женщина, как бы женщина вот с каким-то вот таким женским читьем, женской интуицией, женской интуицией, как бы вот с каким-то, может быть, подходом таким более мягким, вот в дипломатических каких-то дискуссиях, и просто каким-то чудом удается удерживать вот эту вот нейтральную, как бы, позицию. И это для Молдовы просто глобально важно, просто жизненно важно. То есть нам категорически нельзя никаким образом, то есть никак быть затронутым, вот вовлеченным в этот конфликт. То есть он сам собой как-то уляжется, я не знаю, куда, как, но он уляжется в любом случае, то есть все равно люди хотят мира, все люди. Значит, и нам просто надо быть как можно вот от этого вот нейтральнее, как бы, скажем, от этих событий. И, кстати, на это и надеются инвесторы, они даже почему-то, скажем, уверены, и в них вот это вот именно официальные заявления нашего президента тоже вселили очень большую серьезную уверенность. И вот, ну не знаю, может это даже как-то вот, опять же, для нас, при нашей недооценке самих себя это странно позвучит, но для вот наших, например, арабских инвесторов, это многомиллиардная компания, РМБ, я подчеркиваю, для них заявление президента прозвучало как очень серьезное, то есть они верят этому заявлению, что Молдова остается нейтральной, это наша единственная позиция, она закреплена в Конституции и так далее. Они этому верят, они даже более того, они уже сюда первые инвестиции начали как бы переводить. Значит, и реально собираются, вот да, они понимают, что происходит на Украине, но они собираются здесь развивать бизнес. – Скажите, Владимир, вот в завершении хочу вас спросить, вы много стран посетили, и вот могли бы вы назвать какие-то страны, которые Молдова экономически могла бы взять себе за модель? – Значит, ну, если подальше, то Южную Корею, конечно, я уже сказал, они были очень открыты для инвестиций, очень трудолюбивы, и они огромные просто вложения сделали и личные, и финансовые, именно в образование, в систему образования. А если говорить об Европе, то это Словения. То есть очень маленькая страна, очень скромная, но с огромной экономикой, благодаря тому же самому. То есть они вот, допустим, я помню, что в 90-е годы, в 2000-е, в продвижении практически лет 15-20, все проекты IBM, это огромная корпорация мировая, все проекты IBM во всей Восточной Европе, то есть это стран 15, реально внедрял скромный IBM-офис в Словении. Почему? Потому что они уже интеллектуально, по образованию, по своим курсам, опыту, они уже ничем не отличались от IBM Франции или от IBM Германии, но были значительно дешевле. Вот это и есть наш форчун, то есть наша потенциально огромная удача, наш огромный потенциальный шанс, IT-хаб, и вот это Словения, если говорить о Европе. Господин Русс, спасибо большое, что мы сегодня с вами пообщались, было очень интересно, я думаю, что мы еще не раз встретимся в нашей студии, и вы будете уже делиться проектом, который вы начали, о котором вы только сегодня рассказываете. Я напомню нашим телезрителям, что в эфире была программа «Главное». Сегодня гостем эфира был Владимир Русс. Я желаю вам хорошего вечера, впереди вас ждет много интересного, о чем вам расскажут мои коллеги. Оставайтесь с нами. 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 Продолжение следует...